Меланома – очень распространенная форма онкологии. Опасно злокачественное образование тем, что с момента перерождения от доброкачественной родинки до начала развития рака может пройти всего пара месяцев. Это злокачественное образование кожи с быстрым ростом, с прогрессированием болезней, с очень высокой смертностью. Мало кто знает, что меланома поражает не только кожные покровы. Она может образовываться во рту, горта, ненаслизистой оболочке глаз или даже на половых органах. Как говорят медики, болезнь прогрессирует. И люди сами ей в этом способствуют. Если раньше преимущественно болели только пожилые люди, сейчас заболеть может даже ребенок. С учетом того, что сейчас все-таки люди ездят отдыхать в жаркие страны, причем несколько раз в году, то и молодое, и среднее поколение, у них тоже достаточно высокие риски заболеть меланомой. Сегодня в кожно-венерологическом диспансере проходит акция. Любой желающий мог прийти и проверить свои розинки. Всего врач осмотрел порядка 20 пациентов. Счастливыми из кабинета дерматолога вышли, к сожалению, не все. Я трех человек отправила к онкологу. Причем у одного человека, мне кажется, 99-9, еще раз там 9 была меланома. У Радика Гатаулина врачи не обнаружили никаких патологий. Мужчина очень рад, что попал сегодня на прием. Ведь, как известно, профилактика лучше любого лечения. Развитие меланомы может поспособствовать несколько факторов. Обильные солнечные ванны, в том числе и походы в солярий, механические травмы родинок, электромагнитное излучение, употребление гормональных препаратов и даже неправильное питание. Врачи неустанно повторяют, следить за своим здоровьем нужно всегда, а не лишь тогда, когда что-то болит. Предотвратить рак кожи поможет своевременная диагностика. Для этого необходимо посещать дерматолога хотя бы раз в год.